Суть проекта АОЛ Аманате снова разъясняется жителям районов. Работа в данном направлении уже начата. С этой целью накануне при участии Акимобласти был дан старт экспедиции АОЛ Аманате Бабалар Аманате, проводимой по инициативе ТОО «Октуби-Медиа». В рамках поездки специальная информационная группа посетила Храмтауский район. Храмтаучане подали 127 заявок на получение кредита. 100 из них были одобрены, и сегодня 50 человек уже получили свои деньги. Тем не менее, у жителей района все еще есть вопросы. Например, если мы занимаемся птицеводством и тепличным хозяйством, то где мы можем продавать нашу продукцию, интересуются люди. Если объем продукции превышает потребности села, предусмотрены дополнительные возможности. Вы знаете рынок Табас. Там есть прилавки, расположенные посередине. Эти места мы можем предоставить вам на бесплатной основе. К примеру, по субботу определенные часы там проводится ярмарка. После нее можно вам выставить продукцию. На данном этапе проекта приоритет отдаются птицеводству и растеневодству. Есть поддержка таких инициатив, как открытие автомастерских, парикмахерских, а также востребованного на селе бизнеса. Однако заявки не всегда бывают одобрены. Иногда бывает, что приходят сразу по две заявки на открытие СТО. Бани из одного маленького села. Мы не можем каждому одобрить. К примеру, в селе 90-100 домов. Два-три проекта приходят на открытие бани. И если даже мы все одобрим, то элементарно некому будет ходить туда. Поэтому просим вас проводить разъяснительную работу между собой. Люди могут открыть другой бизнес. Предельный размер кредита, который можно получить через аул Аманаты – 8 миллионов 600 тысяч тенге. Для тех, кто хочет вести свой бизнес в больших масштабах, это может быть немного. Поэтому в правила проекта вносятся изменения. К нам приходит предложение. Мы все рассматриваем. Что касается изменений, то те, кто успешно осуществит бизнес в первом потоке и вернет кредитный займ, при вторичном участии смогут взять сумму больше. Эта программа – хорошая возможность заниматься выгодным бизнесом на селе. Каждый гражданин, участвовавший в проекте и открывший дело, является кандидатом на получение награды в номинации «Человек года области». 25 октября в День Республики мы будем проводить итоги года и проведем в формате ток-шоу на областном телеканале награждение в номинации «Человек года». Будут вручены благодарственные письма, различные подарки, в числе которых будут и путевки. Высокую активность реализации проекта показывает Акжарский сельский округ, где проживают 2700 человек. Одобрено 20 заявок сельских жителей, 9 уже получили деньги. Еще готовятся 10 проектов. Одним из жителей села, проект которого был одобрен, является Нурбек Булебай. Ему выдан кредит на 4,5 миллиона тенге, и он хочет купить 600 кур, 100 гусей. Он поделился своим мнением об эффективности проекта «Аул Аманаты». Процент маленький, считая в разведении кур и гусей свои плюсы. Каникулу даже дает. Консулос Афина получила кредит в размере 4 миллионов 700 тысяч тенге. Сейчас на руках имеет 60 цыплят, 70 гусей, 40 бройлеров и 3 инкубатора. Сельченко поделилась своими планами. Мечтаю в будущем открыть свое кафе, стать бизнесвумен. Думаю, с поддержкой Всевышнего и таких госпрограмм все обязательно исполнится. Есть интерес к птицевозу и в селе Дон. Один из местных участников проекта, Ирбол Бахаджанов, получил кредит в размере 3,5 миллиона тенге. Выращивать бройлеров я даю предпочтение мясному направлению. Сейчас у меня более 100 голов бройлеров, более 100 птенцов породы Кучинской юбилейной. В ближайшем будущем буду участвовать в ярмарках и продавать свою продукцию. А в селе Тассай с населением всего 521 человек уже одобрены 8 проектов. Это округ с небольшим населением и большим количеством предпринимателей. На территории села функционируют ритоварище 127 крестьянских хозяйств. Безработицы нет, наоборот, нужны специалисты. Через проект АОЛ Аманаты в Тассае будет налажен тепличный бизнес. Расположение округа очень благоприятно для торговли. Находится между двумя городами. Это местоположение удобно для логистики. Есть возможность отправлять продукцию и в Храмтау, и в Актубе. Дороги хорошие. В районе также выдают товарные кредиты. Населению было розознано 377 голов скота. Как правило, после однолетнего перерыва начинается расчет с крестьянским хозяйством. Однако храмтауский предприниматель Серико Разымбетов безвозвратно передал скот землякам. В Акжаре по 50 голов дал двум сельчанам. Всего перевез к КОТРМ. Просто бесплатно. Информационная группа по сети 12 районов. На сегодня по проекту АЛУ Аманаты поступили заявки со всех концов области. Представлено более 1300 проектов. Одобрено 805 на общую сумму 3 миллиарда 400 миллионов тенге. Более 400 человек получили средства и начали свой бизнес. Владимир Федотов, Самат Каликенов, телеканал АКТУБЕ.